Государству будет помогать только нуждающимся. Какие льготы больше не положены жителям сибирских регионов, а какие выплаты теперь будет сложнее получить, расскажет Тахмина Тынысова. С этого года в Новосибирской области финансовой поддержки лишились многие родители дошколят. Если раньше компенсацию за оплату детского садика получали все, то теперь на льготу могут рассчитывать лишь те семьи, чей ежемесячный доход на одного человека меньше 15 тысяч рублей в месяц. За первого ребенка родители получают компенсацию в размере 20% от ежемесячной стоимости оплаты детского сада, за второго 50%, а за третьего и последующих 70%. Жители Кемеровской области тоже не досчитались льгот. До Нового года граждане, которые имеют особые заслуги перед страной или областью, дополнительно получали выплату от 900 рублей до 30 тысяч. Размер зависел от звания, например, Герой Кузбасса, почетный гражданин Кемеровской области или Герой Российской Федерации. Однако в октябре прошлого года было принято решение платить эти деньги только после того, как граждане официально выйдут на пенсию и не будут работать. А в Омской области 19 тысяч пенсионеров больше не получат прибавку к пенсии. Речь идет о ветеранах Омской области. Если раньше женщинам и мужчинам было достаточно иметь трудовой стаж 35 лет и 40 лет соответственно, и не менее половины от этих сроков проработать на территории региона, и доплата в 512 рублей в месяц обеспечена, то теперь на нее могут рассчитывать лишь ветераны, у которых пенсия ниже 14 тысяч 300 рублей. Таких в области 88 тысяч человек. Им, кстати, увеличили выплаты на целых 38 рублей в месяц. Изменения коснулись и Томской области. Здесь, как и в Новосибирске, на компенсацию оплаты детских садов теперь могут рассчитывать лишь семьи, в которых ежемесячный доход не превышает определенную цифру. Правда, здесь она значительно ниже. Не больше 10 тысяч 859 рублей на членов семьи. Кроме того, как и в Омске, отняли доплаты у некоторых ветеранов труда. 500 рублей в месяц теперь будут получать лишь неработающие пенсионеры. Да и для получения звания ветерана изменились условия. Если раньше учитывался только отработанный стаж, то теперь статус не получить, если были увольнения за нарушение дисциплины.